Монолитный дом должен был быть частным. На большее разрешение застройщику не давали. И тем не менее, на ударной ударно шла стройка многоквартирного дома. На сегодня здесь уже четыре этажа. А судя по объявлениям о продаже квартир в интернете, их должно было быть семь. Потенциальным покупателям обещали центральные коммуникации, технические условия в полном объеме, детскую и спортивную площадки. И это несмотря на судебные решения о сносе, арест объекта и запрет на совершение любых действий с недвижимостью. Суд, администрация города обратилась еще два года назад, на начальном этапе строительства. Был наложен арест на земельный участок, на взведение объекта, также запрет на строительные работы. И судебный акт, так видите, в пользу администрации о сносе указанного строения. Застройщик, в соответствии с судебным актом, обязался снести указанный объект до начала декабря. Как мы видим, снос застройщикам фактически надлежащим образом не осуществлялся, в связи с чем администрация города Сочи привлекла подрядную организацию для фактического сноса объекта с последующим взысканием пониционных расходов с застройщика. Строение основательное, не маленькое, но безопасно оно или нет, сказать мы с вами не можем, потому что надзор строительный, который должен осуществляться за строительство многоэтажных домов, здесь, как мы видим, не осуществлялся, в связи с чем, как мы понимаем, суд и принял решение о его сносе. Ударная 9 находится в черном списке новостроек Сочи. Тем не менее, риэлторские агентства и сегодня продают квартиры в семиэтажном многоквартирном доме по этому адресу. А собственники объекта, вместо того, чтобы исполнять решение суда и сносить дом, приступили к строительству межкомнатных перегородок. Учитывая, что заняться демонтажом пришлось муниципалитету, застройщик, скорее всего, лишится земельного участка. Сейчас по этому вопросу идут судебные разбирательства.